Час зачатия Что плюнули, да дунули Что вдруг мои родители зачать Меня задумали В те времена укромные, теперь почти Былинные, когда сорока Огромные, брелив этапы длинные Их брали в ночь зачатия А многих даже ранние А вот живет же, братья, моя Честная компания Ходу-думушки резвые Ходу-слово Строченьки, милые, слово Первый раз Получил я свободу По указу от тридцать восьмого Знать бы мне, кто так долго Мурыжил Отыгрался бы на подлеце Но родился И жил я, и выжил Дом на первой мещанской В конце Там за стеной, за стеночкой За перегородочкой Соседушка с заседочкой Баловались водочкой Все жили вровень скромно так Система коридорная На тридцать восемь комнат Так всего одна уборная Здесь на зуб зуб не попадал Не грела телогреечка Здесь я доподлинно узнал Почем она копеечка Не боялась сирены соседка И привыкла к ней Мать понемногу И плевал я здоровый трехлетка На воздушную эту тревогу Да не все то, что сверху от бога И народ зажигалки душил И как малая фронту подмога Мой песок и дырявый куши Мой песок и дырявый куши Мой песок и дырявый куши Покarmкет Субтитры создавал DimaTorzok За несколько часов до наступления нового 1976 года Владимир Высоцкий вместе со своим другом Всеволодом Абдуловым зашел в гости к известной актрисе Людмиле Максаковой. Они вместе снимались в фильме «Плохой хороший человек» в 1973 году. А в 1975 году Высоцкий приступил к съемкам фильма «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», где сыграл главную роль Арапа. Надя, Николай Васильевич желает проститься с тобой. Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, и пришел проститься. Я буду в Москве и в Петербурге. Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда? Да что же, кажется, ничего. Да? Ничего. Кланяйтесь. Долго спать изволишь, крестник? Ты посылал за мной, государь? Лентяя и ротезия Гаврилу Ртищеву я от работы отставил. А кого на его место поставить, не ведаю. Скажи, крестник, ты где намерен служить России? В тепле или на сыром ветру? Где велишь, Петр Алексеевич? Велишь здесь. Настраивайся и фрегат. Поверишь ли, государь, сегодня ночью я как раз был в бессоннице и размышлял о неких для всего фрегатоисправлениях. Вот даже чертежик изготовил. А я думал, у тебя на уме с красотками на балахах плясывать. Погоди, погоди. Поедешь со мной? Далеко ли? Сейчас узнаешь. Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона. И набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать дома? Семьдесят вторая, жду дыхание затаят. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, семьдесят вторая. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга-дриптих. Стала телефонистка Мадонной. Девушка, милая, я прошу, продлите. Вы теперь, как ангел, не сходите с алтаря. Самое главное впереди поймите. Вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. Ноль семь. Здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, это я. Да меня, конечно, я. Да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я. На краю края земли, где небо ясное, Как бы вроде даже сходит за кордон. На горе стояло здание ужасное, Издаля напоминавшее ООН. Все сверкает, как зорница, красота. Но только вот в этом здании царица В заточении живет. И Кощей бессмертный, грубую животную, И это здание поставил охранять. Но по-своему несчастное и кроткое Может было то животное, как знать. Ведь от большой тоски по маме Вечно чудище в слезах, Ведь оно семью хловами, А пятнадцати в глазах. Сам Кощей, он мог бы раньше в рукопашную, От любви к царице высох и увял, И стал по-своему несчастным старикашкою, Ну а зверь его к царице не пускал. Ты пропусти меня, чего там, Я аж от страсти трепещу, Хоть снимай меня с работы, Ни за что не пропущу. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Вот репортеры налетели, И слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить? Мне ж не умений поможет. И этот шифер ни за что не сможет Угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, Говорят, он белыми мастак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомый? Так, так. Ход за мной, что делать надо, Сева. Но угад, как ночью по тайге, Помню всех главней королева. Ходить взад-вперед и вправо-влево, Ну а кони вроде только буквы ГЕ. Эх, спасибо заводскому другу, Научил, как ходить, как сдают. Выяснилось позже, я с эспугу Разыграл классический дебют. В этот предновогодний вечер Муж Людмилы Васильевны Максаковой Вел любительскую съемку, Которая с годами стала уникальной. Так были засняты очень многие песни. На мой взгляд, лучшие песни Владимира Высоцкого И среди них, конечно же, Баллада о детстве. Эту уникальную запись Я обнаружил случайно Лет двадцать тому назад. И то частично. И лишь через десять лет Мне удалось ее Пересмотреть полностью. Конечно, как вы понимаете, На тот момент еще не было Цифровых видеокамер. И поэтому невозможно было Заснять полностью Часовый концерт. И как я понимаю, что Высоцкий Спел очень много своих лучших произведений, Которые, к сожалению, Не вошли в эту запись. Но мы решили немножечко Пофантазировать на эту тему И представить, Какие лучшие песни Мог спеть великий поэт В этот предновогодний вечер 1976 года. Змеи, змеи, кругом Будь им пусто Человек выступлений кричал И позвал на подмогу Мангуста Чтобы значить Мангуста вручал И Мангуста взялись За работу Нищая, ни себе, ни родных Выходили они на охоту Без отгулов и без выходных И в пустынях, в степях, и в бомбасах Дождали наказ патруля Игнорировать змей безопасных И сводить ядовитых к нулям Приготовьтесь, сейчас будет грустно Человек появился тайком И поставил все луки на Мангуста Объявив его вредным зверьком Товарищи ученые Доценты с кандидатами Замучились вы с иксами Запутались в нулях Сидите, разлагайте Молекулы на атомы Забыв, что разлагается Картофель на полях Из гнили-то из плесени Бальзам извлечь пытайтесь И корни извлекайте По десять раз на дню Ох, вы там да балуете Ох, вы да извлекайтесь Показ к нее заплесневить Картофель на корню Значит так, автобусом Да сходь не доезжаем А там рысцой И не стонать Небось картошку Всем уважаем Когда сальцой Ее намять На стол колоду, господа Украпленная колода Он подменил ее Когда? Барон Вы пили воду Балет на коло так и есть Барон, ваш долг погашен Вы проходимец, ваша честь Вы проходимец, ваша честь И я к услугам вашим Что я не слышу ваш апарт О нет, так не годится А в это время панапарт А в это время панапарт Переходил границу Закончить не смогли вы кон Верните бриллианты А вы, барон, и вы, виконт Пожал ты в секунданты Ответьте, если я не прав Но наперед все лживо Итак, оружие, ваша граф Итак, оружие, ваша граф За вами выбор живо Вы не получите инфаркт Вам не попасть в больницу А в это время панапарт А в это время панапарт Переходил границу Если у нас с ножа ты не ел ни куска Если руки сложа наблюдал свысока А в борьбу не вступил Под лицом с палачом Значит, в жизни ты был ни при чем Ни при чем Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на уз намотал Если в жарком бою испытал Что почем Значит, нужные книги Ты в детстве читал Ура Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Эп nice Все Тетя На ove Эп Субтитры создавал DimaTorzok